Всемирный день диабета отмечается в день рождения великого ученого сэра Фредерика Гранта Бантинга, канадского врача и физиолога лауреата Нобелевской премии, одного из открывателей гормона инсулина. Все права на открытие благородный ученый передал государству. Не разбогател, но спас миллионы людей. Ведь до 1922 года, года открытия инсулина и первых успешных опытов спасения людей, все больные диабетом были обречены на смерть. Сейчас с диабетом люди живут и живут долго. Все пациенты, которые больны с сахарным диабетом, они получают бесплатно лекарственные средства сахароснижающие. Либо это инсулиновые препараты, либо это препараты таблетированные сахароснижающие. Плюс для детей это обязательные тест-полоски для измерения сахара крови. Сюда же относятся беременные женщины с сахарным диабетом, которые тоже обеспечиваются бесплатными тест-полосками. В Перми два взрослых диабетологических центра и один детский краевой. В каждой районной поликлинике есть врач-эндокринолог, школа диабета при краевой клинической больнице, детском эндокринологическом центре, краевом детском и взрослом эндокринологических отделениях. Количество пациентов с сахарным диабетом из года в год увеличивается, особенно детей. Очень много мы стали выявлять детей с сахарным диабетом первого типа. Идет просто массовый рост этого заболевания. На сегодняшний день более 83 тысяч пациентов с сахарным диабетом взрослых и детей около 700 человек. Основная причина роста диабета первого типа – неправильное питание и массовое увлечение быстро усваиваемыми углеводами, сладостями в огромных количествах, мучными изделиями из белой муки, фастфуда, сладкой газировки, говорят врачи. Механизм усваивания быстрых углеводов провоцирует выделение большего количества инсулина, истощается поджелудочная железа, она перестает вырабатывать собственный инсулин. Среди взрослых из года в год отмечается рост сахарного диабета, но здесь сахарный диабет второго типа. И чаще всего он связан с неправильным образом жизни – это ожирение, избыточный вес, гипертония, малоподвижный образ жизни, который, собственно говоря, тоже приводит к нарушению обменовеществ. Люди с избыточным весом должны проверять сахар в крови минимум два раза в год, говорят эндокринологи. В группе риска – родственники больных с сахарным диабетом, люди, страдающие гипертонической болезнью, те, кто перенесли инсульты и инфаркты.